Большинство современных людей сегодня считают, что Вселенная имела начало во времени, возникла из точки сингулярности и продолжает с огромной скоростью расширяться. Как пишет Стивен Хокинг, некогда в прошлом расстояние между соседними галактиками должно было равняться нулю. Вся Вселенная была сжата в точку нулевого размера, сферу с нулевым радиусом. Плотность Вселенной и кривизна пространства-времени должны были тогда быть бесконечными. Этот момент мы называем Большим Взрывом. Интересно то, что существует обширная критика этой теории. Даны альтернативные интерпретации красного смещения и фонового излучения. Существуют альтернативные модели Вселенной. Но по какой-то причине именно теория Большого Взрыва овладела умами людей. Почему? Думаю, что решающую роль здесь сыграло бессознательное влияние господствующей мировоззренческой парадигмы, которая побуждает людей, в том числе ученых, мыслить определенным образом. Обратите внимание, что идея о возникновении Вселенной в результате Большого Взрыва удивительно напоминает античную идею возникновения космоса из первоединого. В античной модели бытие и космос происходят из абсолютного первоначала, которое греческие философы называли единое или первоединое. Это первоначало мира сверхприродно и сверхмыслимо и находится за пределами вообще всей действительности. Ведь первоначало не может быть частью того, что из него происходит. Оно является абсолютным единством, то есть в нем отсутствует любое различие и любая множественность. А образное выражение такого абсолютного единства – это не что иное, как точка. Именно образ точки выражает, во-первых, идею начала. Прямая плоскость и пространственный объем мыслятся как результат развертывания точки. И во-вторых, идею единственности и неделимости, то есть отсутствия множественности. Именно точка едина и неделима. Но при этом точка первоначала не является чем-то пустым. Напротив, она содержит в себе в потенциальном и неразличенном виде весь космос. Все бытие и космос возникают в результате того, что первоединое как бы переполняется и выходит из себя. Похожую картину мы видим в теории Большого взрыва. До своего возникновения Вселенная находится в сингулярном состоянии, то есть в состоянии точки. Сингулярность – это как бы первоединое, но материальное первоединое, содержащее в себе всю материю Вселенной в сжатом виде. И из этого материального первоединства возникает пространство, время и материя. То есть и в античной модели космос возникает как переход первоединого в бесконечную множественность, и в современной модели Вселенная возникает как бесконечное расширение и распространение материи из единственной точки сингулярности. На этом примере видоизменения античной космологии на современный лад мы видим изменение парадигмы мировосприятия, которое произошло в новое время в эпоху модерна. Традиционная парадигма включает в себя вечность и сферу неизменных метафизических сущностей. Парадигма модерна возникает в результате отрицания вечности и метафизических начал. Но вместе с этим она использует те же самые классические структуры и трактует их на материалистический лад. Если в парадигме традиции происхождение мира описывается сверху вниз, от вечной первоосновы к временным явлениям, то в парадигме модерна происхождение Вселенной выстраивается по горизонтали. Первоначало мира помещается в один антологический ряд с физическим миром и становится всего лишь первой причиной в ряду последующих причин. Но почему бы не признать материальную Вселенную вечной? Ведь такие модели существуют. Дело в том, что парадигма модерна постулирует эволюцию, постепенное усложнение материальных структур. И если мы мыслим в этой парадигме, то мы не можем признать, что Вселенная вечно. Вселенная должна эволюционировать. А если она эволюционирует, то должно быть некое исходное примитивное состояние. Поэтому у Вселенной должно быть начало. Таким образом, люди бессознательно выбирают такие интерпретации фактов, которые будут укладываться в предзаданную парадигму. Многие думают, что научная теория возникает из обобщения наблюдаемых фактов. Дескать, ученые обнаружили красное смещение, сделали вывод, что Вселенная расширяется, экстраполировали это расширение в прошлое и пришли к выводу, что Вселенная возникает из сверхплотной точки. Однако, поскольку мы наблюдаем только крайне малую выборку фактов, мы не можем делать из наблюдений стопроцентно правильные выводы. Поэтому помимо индуктивных умозаключений, мы вынуждены делать и дедуктивные умозаключения. Мы вынуждены выдвигать предположения, гипотезы, исходя из нашего представления о мире как целом. А наше представление о мире как целом – это не столько результат нашего опыта или логических выводов, сколько интуитивное предположение о том, как все должно быть устроено. То есть, если мы делаем какое-то обобщение из имеющихся фактов, то это возможно только потому, что общая идея, которой мы эти факты объясняем, уже присутствует в нашем уме, хотя мы ее можем и не осознавать. Структура этой идеи присутствует в нашем сознании априорно. Таким образом, ученые, чтобы объяснить факты, включают в свою интуицию и творческое воображение, которые, кстати, являются иррациональными функциями сознания. И вот в этой-то фазе, в фазе выдвижения гипотез, и начинают проявлять себя факторы, влияющие на интерпретацию фактов. Первый фактор – это мировоззрение ученого. Ученый отсекает из всех возможных гипотез только те, которые соответствуют его мировоззрению. Но есть и еще более фундаментальный фактор, который мало того, что является бессознательным, так еще и влияет на все сообщество ученых сразу. Это общая парадигма мышления, характерная для данной культуры и данной исторической эпохи. Мировоззренческая парадигма логически и фактически предшествуют тем объяснениям, которые ученые выдвигают для обобщения фактов. Они смотрят на факты через призму той парадигмы, которая в данную эпоху господствует в социуме. Мы с вами живем в то время, когда парадигма модерна рушится на глазах. И одним из признаков этого является все более очевидный закат теории Большого Взрыва. Ученые получают новые факты, которые уже невозможно просто проигнорировать. Мы нашли больше галактик в самой ранней Вселенной, чем предсказывало компьютерное моделирование. Поэтому остается много вопросов о том, как и когда образовались первые звезды и галактики. Велика вероятность, что период образования первых космических объектов отодвинется еще дальше, а это не очень укладывается в теорию Большого Взрыва. Это хороший повод задуматься о том, насколько легко люди принимают за истину то, что им внушает дух времени. Субтитры создавал DimaTorzok